Здравствуйте! Закончились выходные, пришло время хроники городских происшествий. В эфире программа «Сканер» в студии Максим Ивановский. И вот главные темы этого выпуска. Кровавая драма в детском саду. В Благовещенске на пороге дошкольного учреждения нашли раненую молодую маму. Она находится в реанимации. Жуткие и страшные аварии. Есть погибшие и пострадавшие. Подробнее о происшествиях на амурских дорогах далее в программе. Поножовщина в детском саду. Неизвестный ранил женщину в грудь и скрылся. Предварительно это сделал ее супруг, с которым Благовещенка разводится. 25-летнюю молодую маму нашли на пороге детского сада номер 47 Благовещенска. Девушка была без сознания, вся в крови и еле дышала. Рассказала очевидеца, на крик которой и прибежали работники дошкольного учреждения. Они вызвали скорую и полицию. Женщину экстренно доставили в областную больницу и сразу на операционный стол. В реанимации это крайне тяжелое состояние. По информации нашего источника, возможно, в кровавой драме замешан супруг пострадавшей, с которым она разводится. Вероятно, Благовещенка пришла в сад, отдала своего ребенка и стала выходить на улицу. В дверях дошкольного учреждения ее подкараулил вооруженный ножом муж. Ударив несколько раз в грудь, он скрылся с места происшествия. На вопрос, как человек с холодным оружием попал на территорию детского сада, в Министерстве образования и науки области ответили. В интересах следствия мы никаких комментариев не даем. В полиции же сообщили, кто напал на молодую маму, пока неизвестно. Личность злоумышленника, а также обстоятельства произошедшего устанавливаются. И к другим происшествиям. Лобовая авария в Тамбовском районе. Водитель легковушки вылетел навстречу и столкнулся с КамАЗом. Виновник происшествия сильно пострадал, его зажало в салоне иномарки. Тамбовский район, 53-й километр автодороги Благовещенск-Гомелевка. Водитель на короле Аксио выехал на полосу встречного движения и там лоб в лоб столкнулся с КамАЗом. Удар был такой силы, что обе машины слетели с дороги. Виновника аварии заблокировало в разбитом автомобиле. Пострадавшего извлекли подоспевшие сотрудники МЧС из села Тамбовка. С травмами мужчину доставили в больницу. Предварительно водитель иномарки был пьян. И еще одна жуткая авария произошла в Преамурье. Накануне в селе Чигири разбился водитель иномарки. На кадрах видно, что автомобиль перевернут. От него практически ничего не осталось. Рядом с разбитой иномаркой тело мужчины, водителя Тойоты. Авария произошла в 4.10 утра. По предварительным данным, погибший не справился с управлением, наехал на электроопору и перевернулся. Травмы оказались смертельными. Утром с места ДТП эвакуатор вывез то, что осталось от машины. Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего. Ну а теперь о дорожной ситуации в городе и районе. За минувшие выходные произошло 56 аварий. Инспекторы ДПС поймали почти 30 пьяных водителей. Впрочем, в середине пешеходов по-прежнему немало нарушителей. За это же время дорожные полицейские оштрафовали 88 человек. Ну а прямо сейчас традиционный обзор аварий, которые попали под прицел наших камер. Ленина-Калинина. На этом перекрестке столкнулись две Тойоты, Приус и Алион. На кадрах видно, что стало с иномарками. А виной всему маневр водителя гибридного авто. Он ехал по Калинина от Зейской навстречу оппоненту. Начал поворачивать налево, не уступив при этом Алиону. В итоге обе иномарки лишились передней части. К счастью, обошлось без жертв. Улица Горького. В ДТП попали универсал и хэтчбэк. Мазда Демио ехала за малолитражкой в сторону улицы Пионерской. Перед светофором Тойота Витц затормозила. К сожалению, ее примеру не последовал оранжевый универсал. Девушка на Мазде давила на тормоз, но уже было слишком поздно. Она догнала попутку, оставив на ней вмятину, а себе сорвав бампер. Универсал, микроавтобус и дорожный знак. Серьезная авария произошла на перекрестке улиц Октябрьская и Кузнечная. Тойота и Стима слетела с дороги и угодила в дорожный знак. Кто прав, а кто виноват, установят сотрудники ГИБДД. Ведь на момент съемки водители спорили. Машины ехали навстречу друг другу по Октябрьской. Рулевой микроавтобус уверял, что вина полностью лежит на его оппоненте, водителе пробокса. Мол, он ехал на зеленый и, поворачивая налево, не пропустил встречный микроавтобус. Обвиняемый же твердил другое. Он просто завершал маневр, и это ему должны были уступить. Главное, никто не пострадал. Переулок угловой и улица Красноармейская. Японский автопром напал на отечественный седан. Машины столкнулись лоб в лоб. Серая иномарка выезжала со второстепенной дороги на главную Красноармейскую и почему-то решила никого не пропускать. Жертвой поведения Тойоты стали Жигули. Представитель автоваза двигался по Красноармейской, когда неожиданно на него из переулка выскочила иномарка. Помощь медиков никому не подадобилась. И напоследок необычный инцидент. Внедорожник провалился в яму в районе перекрестка улиц Амурской и Комсомольской. Дорожники раскопали яму, после чего туда попал автомобиль, рассказали очевидцы. В ГИБДД сообщили, что в результате происшествия никто не пострадал. Доставать машину пришлось с помощью спецтехники. Видеоматериалы предоставлены компанией «Экспертно-правовой центр». Обратиться за помощью экспертов при ДТП вы можете на загородной 171-Б города Благовещенское. Ну и в завершении программы напомню, что вы можете присылать свои видео к нам в Инстаграм в Директ или звонить по телефону 50 12 12. На сегодня же это все. Помните, что ваша безопасность прежде всего в ваших руках. До завтра. Сканер Альфа ТВ РУ